всем привет меня зовут роман переборщиков я руководитель просветительского проекта курилка гутенберга и это наш подкаст станчон и я и мой сведущий и критерский привет привет мы приглашаем разных представителей науки ученых популяризаторов и сегодня наш гость евгения темного с которым мы поговорим о животных собственно евгения натуралист биолог филолог по образованию если я правильно помню и научный коммуникатор автор канала научный коммуникатор и автор канала все как у зверей я надеюсь ничего не забудем да все все хорошо женя вот мы рады тебя видеть здесь и хотелось бы сказать что сейчас очень мало мы встречаемся в реальной жизни практически все перешло в онлайн и вот сейчас удалось нам встретиться и вот такой вопрос к тебе первый наверное для здравки как ты сейчас себя ощущаешь вот в этом новом режиме новой реальности и какие ты проекты можешь осуществлять потому что сейчас нет возможности путешествовать нормально нет возможности путешествовать и ездишь ли ты куда-то в дальние страны не прекратила ли это свою деятельность и вот об этом немножко расскажи было бы интересно ну если бы ты мне задал вопрос год назад я бы вообще радостно а нет год назад я лежала с ковидом как раз ровно год назад в прошлом ноябре и наверное бы не так бы радостно как в октябре допустим тебе ответила что все отлично такое ощущение что ну мне кажется очень жалко всех тех людей жизнь которых очень сильно осложнилось но в моем случае как раз как будто бы мир начал играть по твоим правилам все ходят в масках все перестали настаивать на личных встречах все как-то дают возможность мне посидеть в моем домике в лесу и никуда не дергаться вот и поэтому и все что можно было перевести в онлайн перевели в онлайн надо сказать я была таким довольно плотным бенефициаром такого положения вещей а вот и в общем в принципе мне все нравится сейчас через два года я уже чувствую что я даже я уже начинаю скучать по по большим скоплениям людей по свободному общению по может быть по отсутствию вот этого размежевания на потому что мы конечно очень очень сильно разделились на по разным признакам касающимся вот этого собственно на чьей стороне на чьей стороне ты теперь воюешь потому что действительно пандемия оказалась такой вот третьей мировой для миллениалов и война происходит внутри каких-то людей которые были раньше друг другу очень близки а тут неожиданно раскололись вот это немножечко начинает утомлять но с другой стороны что это такая война от которой все в конце концов не устанут так что очень захотят ее прекратить любом случае это конечно очень мощный трансформирующий опыт вот ездить мы меньше не стали может даже стали ездить больше потому что так уж получилось что те страны куда мы ездим они относятся к третьему четвертому миру и пандемические ограничения их не особенно затронули поэтому полный набор прививочек гибридный иммунитет пцр сертификаты и вот послезавтра летим в перу и далее везде перу это очень здорово надеюсь посмотрим да и пуск именно все как у зверей или это будет другая другой проект то что вообще набрали проекты сейчас на канале 8 лет назад когда мы начали делать зверей это были короткие веселые познавательные ролики про животных в которых люди узнавали себя потому что единственный способ заинтересовать широкие массы людей животными это показать их так чтобы люди начали воспринимать их как что-то относящиеся к себе потому что как таковые животные интересуют только натуралистов детства и профессиональных биологов всем остальным они прям по стольку поскольку вот но за эти восемь лет мы эволюционировали у нас произошла радиация на разные направления у нас есть теперь образовательные курсы есть лекции есть экскурсии и есть вот эти вот наши прекрасные путешествия которые я в общем задумала еще когда мы самый первый наш сезон выездной снимали в африке когда я поняла что далеко не все можно привести можно снять из этого сделать видео некоторые вещи просто непередаваемы некоторые вещи проще взять людей собрать их привести сюда искать вот смотрите смотрите как это происходит потому что это происходит здесь и сейчас и это просто переживается как какое-то чудо которое никуда не ни во что не конвертируется вот и как и как ну отчасти каждая лекция отчасти каждая экскурсия в гораздо большей степени каждое путешествие непредсказуемо и этим оно выгодно отличается от производства видео потому что когда ты делаешь видео 8 лет ты прекрасно знаешь какое что нужно что ты загружаешь на выходе что нужно загрузить на выходе и что на входе и что ты получишь на выходе поэтому элемент неожиданности здесь уже такой минимальный здесь же просто такая работа вот а мы как люди дофаминозависимые нам пожалуйста как не что-нибудь такого дофамин энергического вот поэтому сейчас поедем посмотреть что вперед не было там никогда правильно понимаю это что ты говоришь у вас формат видео сейчас поменялся и это уже какой-то более сложный ну не то чтобы не то чтобы он поменялся вот они конечно стали посложнее они стали это уже не четырехминутные ролики а где-то там 20 минутные как минимум там стало гораздо больше информации гораздо ну они так по хорошему утяжелились а сколько одну поездку вы снимать эпизодов ты знаешь мы уже мы не ездим за съемками все самые наши лучшие ролики снимаются москве то есть то что да да больше для себя или это больше для себя это для то есть чем я собственно занимаюсь я придаю информации смысла откуда берутся смыслы смысл берутся от сопоставления разных входящих то есть чем больше ты видишь тем больше чем с большим количеством контекстов ты сталкиваешься тем сложнее твоя собственная картина мира и тем соответственно большим ты можешь поделиться поэтому что ты ездишь там по всему миру не снимаешь там спрашивают а что же что же вот в уганде были ничего не сняли нет мы сняли что-то то есть это лежит там все наши шимпанзе отдельно горилла отдельно но превращаться в тревел-блог нет никакого смысла потому что я не знаю что это за магия но это какая-то просто просто зубодробительно скучный жанр тревел-блоги смотреть как человек путешествует по ужасно интересным местам это очень тоскливо не знаю сейчас сейчас не знаю сейчас может хоть в этом хоть какой-то смысл а вот получается ты ведешь такой некий клуб научных путешествий можно сказать да когда ты собираешь людей которые это интересно которые не видели возможно этот мир и везешь их туда рассказываешь на том что-то на местах я правильно понимаю все так то есть можно записаться в эти можно отлично и впервые тоже сейчас летите группы и сколько человек в основном человек ну сейчас человек 15 среди них мой режиссер дорогой который живет в португалии и мы поэтому достаточно редко с ним видимся и куда-то выезжаем вот именно из-за того что мы сейчас поедем в какой-то веке вместе с режиссером я думаю что мы чего-нибудь тогда снимем конечно же а вот ну каждый раз принципе когда ты приезжаешь потому что путешествие такая спрессованная жизнь спрессованный опыт поэтому конечно же там есть что поснимать а мы не делаем какие-то выездные сезоны как мы делали например в индию поехали в индию или там поехали в австралию это нет это уже такой как бы мы отошли от этого но мы снимаем все что происходит там то есть мы позволяем жизнь происходить фиксируем это куда это потом пойдет будет видно вот и примерно половина из этих 15 человек уже ездили с нами куда-нибудь если там в австралию новую зеландию когда это было можно ехать ездили в африку в коста-рику вот и это уже получается прям действительно такой клуб путешествий где некоторые уже три-четыре страны ходки ходили да да и у нас примерно половина старого состава в каждом путешествии а половина нового вот это большое на сказать послабление для меня как чека с очень плохой памятью на имена то что если раньше первые не поездки мне нужно было так прямо сконцентрироваться чтобы запомнить их как зовут то сейчас в первую вечеринку кто все эти люди мне уже прям проще потому что я уже как минимум половинку то знаю и знаю хорошо поэтому да я теперь такая прям уже у вас путешествие это я сам однажды очень сильно хотел поехать с вами в австралию когда еще вместе с вами я сделал николай дроздов и это была моя мечта но когда я увидел ценник немного мечта это был прям скажем очень гуманный цене я не на самом деле ценник у вас гуманый я скорее про то что сильно удовольствие не из дешевых и не кажется просто себе это может позволить и мой доход на тот момент не позволял позволить себе такое путешествие потому что ну сама ты увидел видеоролик в австралии полететь это уже дорого а проехать еще по всей австралии это еще дороже тем более ну большую группу и так далее чтобы что-то посмотреть и сейчас у вас впервые это это полагает такая же история когда вы берете из точки а в точку б едете через всю страну правильно понимаю ну там есть до определенный сложный маршрут мы поднимаемся наверх в горы где будет горы и холодно спускаемся вниз в амазонские леса где будет жарко и влажно и будет очень-очень очень разно очень разно ну а так в целом ну слушай когда я первый раз передо мной встала необходимость поехать в австралию меня прям скажем не было на это денег поэтому если тебя если тебя от твоей мечты делят только деньги ну надо что-то придумать мы тогда устроили краудфандинг в первую австралию отправили всем миром и мы как раз тогда сняли вот этот первый сезон вот а потом просто в какой-то момент и поняла что это не совсем экологично зарабатывать деньги в одном месте и тратить чтобы тратить их другом бы истинная дау заключается в том что просто ты всю жизнь делаешь что-то одно и она же тебя этого тебе хочется это тебя кормит и это делает людям которые включаются в этот во все это тоже как какие-то как-то приятно и весело то есть и все в общем с тех пор меня больше нет пусков потому что все когда рады все жизнь да ну как тебе сказать на самом деле вот вот в перу поехать вы в это вкладываете немножко другое немножко не для вас перу более беззаботно и искристо нежели для меня потому что для меня это всегда ответственность меня теперь из 15 человек да да и как вот организатором тяжело было поначалу то есть ты же трансформировалась получается и до этого никогда такое наверное не делала и потом взяла организовала людей группу поехала это же может быть еще сопряжено с опасностями в том числе и с животным миром сталкиваешься наверное из куда-то в труднодоступные места заезжаешь третий там мир как ты сказал четвертый мир это довольно небезопасные регионы но с одной стороны и как ты с этим живешь ну расскажи самая-самая страшная опасность была самый 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 грандиозный страх это был конечно страх людей потому что я-то интроверт детства я-то человек который всю жизнь всю детство прочитала просидел в углу с книжечкой проходил по лесу с букашечками и всякие контакты с незнакомыми людьми для меня взывали паническую реакцию еще до совсем недавнего времени вот и поэтому когда мне предложили как раз ехать в австралию в качестве такого соорганизатора или нет нет второго натуралиста при дроздове что да николай николаевич что уже одному по кустам лазить несподручные да и скучновато вдвоем там как-нибудь вот и и будет группа и будет ростов и будешь ты я конечно кто откажется поехать в австралию с ростовом никто разумеется вот но все равно я шла конечно на встречу своему очень большому страху кто все эти люди вообще они заплатили какие-то деньги которые вот рома там например не стал даже платить это много денег вот это же не что-то же за это хотят и что вообще как все это устроено но меня немножечко прикрывало то что ну дроздов они явно же на дроздову поехали от ладно мне так мое дело по кустам лазать вот и когда мы за эти две недели просто с этими там тоже было примерно 15 человек мы с ними склеились просто как вот как пачка пельменей мы до сих пор переписываемся у нас там даже какие-то свадьбы и даже дети были вообще из этой группы это было настолько потрясающе что вот это ну вот это путь самурая идет в сторону смерти и иди туда куда увеличится твой страх на самом деле неплохая стратегия там действительно лежат прям самые главные печеньки и хотя это было ну до сих пор я собственно остаюсь интровертом который конечно уже получил какие-то социальные навыки по преодолению этого своего некоторого опасения по поводу других людей вот тем не менее для меня это каждый раз челлендж для меня это каждый раз вот выйти к не знаю собрать незнакомых людей то что нас просто вы какие-то там кастинги делать в этом какие-то анкеты мы честно этого не делаем то есть это всегда определенный риск риск оказаться на две недели замкнутым в каком-то в рамках единого маршрута как это полицейла королева пустыни только один из нас может быть каким-то очень неприятным перцем и что с этим делать непонятно что с этим делать вот не сталкивались ни разу ситуации когда бы у нас был кто-то про кого мы подумали что лучше бы его не было но чек высокий между прочим это решает не является каким-то отборочным фактором возможно ты знаешь это это интересный вопрос это как мы все таки да мы понаблюдали за этим и есть в то есть к нам обычно не приходят люди которые нас не знают хотя ну например в австралии были такие которые там все как у зверей это кто дроздова мы собственно дроздова тут еще кто-то вот и эти ребята до сих пор с нами ездят и и наши большие друзья вот обычно все-таки появляется к нам приходят люди которые нас смотрят и уже более-менее понимают про что мы какие мы и прайс это цена как бы твоей твоего сад то те деньги которые которыми ты заверяешь свое соответствие вот этому какой-то общей системе ценностей вот что тебе не просто то есть ну я тоже зверушек люблю на их люблю совсем по-другому и и в общем не очень разделяю эти ценности а это вот как бы какой-то общий банк клубная карта и это и это чудесным образом срабатывает каждый раз это может не сработать мы каждый раз понимаем что ну попадется какой-нибудь неприятный токс и что мы с ним будем делать а были какие-нибудь так как путешествие ну во первых сколько уже путешествие было и второй вопрос были ли какие-то моменты когда ты думал что что-то что все выходит под контроль или ну то что не знаю там какая-нибудь опасная ситуация заканчивать путешествие либо с людьми либо с животными когда ты думала что что-то идет не так как задумано был один момент когда мы приехали в где-то было это было в уганде нет не в уганде в намибии было на полосе каприли мы приехали в какой-то неожиданно неожиданно роскошный какой-то неприлично колониальная вся колониальная роскошь африки запада и и и сконцентрировалась в этом лоджи и мы туда въехали после уже достаточно такого вот мытаж в каких-то на веселых но тем не менее дорожных мытаж и тут мы приехали и просто с ума сошли от того что на нас свалилась какое великолепие роскоши что и сойдя с ума значит определенная часть нашего доблестного коллектива да немножко да я в какой-то момент да правило а мы просто ездили с казанцевой но с казанцевой не той а с другой с олесей вот и отведя олесю в наше бунгало которой я вернулась к нашей компании и обнаружила еще подходя услышала что короче нам нужно найти мокрую простыню мы его заворачиваем мокрую простыню и тащим бассейн и я захожу если так и выясняется что крокодил тот мимо которого мы проплывали на катере когда шли вот на берегу лежит крокодил вот наши доблестные путешественники один из которых главный работал в зоопарке собственно в том числе и на крокодилах и умеет транспортировать крокодилов сейчас собирался как раз транспортировать того крокодила который лежал на берегу в бассейн и и тут так вот неудачно я вот это могла быть очень такая острая ситуация но и удалось предотвратить крокодилов ваш бассейн это конечно догадаться мне кажется бассейн с крокодилами это не шутка меня потряс просто эта солдатская смекалка с мокрой простыней это был какой-то такой подход человека который всю жизнь носил крокодилов вот и ну пошли в итоге то крокодила просто потрогали когда если вы все такие храбрые давайте просто пойдем погладим этого крокодил не будем таскать его бассейн штука пьяные русские большой да достаточно большой то есть я несколько пару лет назад ездил в азию тоже и был на крокодиле и ферме там был крокодил метров наверное 6 длиной и человек туда голову к нему в пояс засовывал руку и ну в общем всякие такие экстремальные эксперименты в общем это не тот случай это одно дело когда ты по телевизор это видишь и думаешь но но я не знаю страх через телевизор хуже передается вот а тут ты понимаешь что одно движение чуваку реально конец ты стоишь и ешь там еще табличка такая сила сжатия челюсти крокодила там 250 килограмм на квадрат там табличка крокодила не кормить он его он уже поел сейчас может быть наврал но или там 250 атмосфер не помню цифры но очень много вообще какая-то большая цифра вот я не боюсь в принципе из всех животных на сегодняшний день нильские крокодилы низкие и троллейские крокодилы морские да они самые у них самые мощные челюсти на сжатие на разжатие нет поэтому в принципе если ты как-то исхитрился поймать его и три раза обмотать его скотчем то все крокодилы ничего не можете сделать вот крокодил на самом деле очень очень умные просто по их темпераменту этого не скажешь а вообще они легко приручаются и вот эти все вещи сытый крокодил играет с своим талисировщиком это все совершенно приручается нормально как выглядит прирученный крокодил вот ты видел его а так он и выглядит в кастарике была очень трогательная история там крокодил почву его притом уже взрослым то есть людоедский размер у крокодилов начинается примерно четырех четырех с половиной метров тогда они уже могут таковать людей могут их есть собственно крокодилы это единственные на сегодняшний день животные которые питаются людьми вот прямо на постоянной основе то есть люди просто входят в рацион крокодила вот и этот крокодил американский был крокодил соответственно в кастарике и дядька нашел рыбак нашел его на берегу и он чуть был совсем больной и животом то есть натурально у крокодила болел живот то есть затравка для очередной серии айболита и этот рыбак как-то его там вылечил выходил и крокодил хотя он был уже очень взрослым и в общем уже испорченным каким-то крокодилями нравами тем не менее проникся к этому рыбаку такой благодарностью что он жил у него дома ну там как бы в чем-то то есть они постоянно контактировали лет 15 что ли и есть очень много если там крокодил почву набрать в гугле вывалится куча умильнейших фотографий как они с этим рыбаком там обнимаются и рыбак там просто весь в него залезает на что кастариканцы маленькие крокодил большой и в общем когда крокодил в конце концов помер уже видимо от старости там и рыбак горевал и вся похоже на такое вот когда показывают где-нибудь там у кого-то лев домашний там или тигр домашний там рысь сейчас все ждут что все плохо закончится даже он его съест или там откусит что-то и это получается наверное как ошибка выжившего да то есть вот один на миллион такой остальные 99 процентов крокодилов съедают людей один не съел и он такой вот если все крокодилы добрые у крокодилов человек входят в рацион то это как минимум уже говорит о том что если один из них становится таким дружелюбным возможно это класс и вот у меня тогда вопрос получается все нужно животные контактируют с людьми и вот многих животных удалось приручить одомашнить или что-то еще но есть вот такие животные которые не одомашнится не приручиваются никак с ними не быть получается они вообще не эволюционируют эти животные то есть даже если люди с ними общаются неожиданно Неожиданный вывод. Человек же быстро... Ну ладно, окей, вот сейчас мы тогда разберём вот этот нюанс. Люди же быстро эволюционируют, вроде бы, да, вот были когда-то неандертальцы, а сейчас уже человек современный, разумный и всё такое. А животные тоже так же быстро эволюционируют? Или нет? Есть такая у животных? Подожди, подожди, сейчас давай разберёмся с домашними. Для того, чтобы животное было домашнено, оно должно соблюдать шесть требований к потенциальному домашнему животному, к претенденту. Только шесть. Да, оно должно быть... Должно легко приносить неволю, оно должно быть непритязательно к корму. Например, лося. Чуть не одомашнят лося. Но лось питается только веточками. Если его кормить сеном, у него живот болит. Поэтому с лосями не получилось. Они должны иметь представление, они должны быть стайными, стайными, чтобы их можно было содержать в большом количестве. То есть медведя сложно одомашнить, потому что медведь не очень любит жить с другими медведями. Они должны быстро... Кошки само одомашнились, потому что они перешли к коллективному образу жизни, когда начали вокруг зернохранилищ собираться. То есть они сначала создали такие коалиции, а потом уже пришли... Ну, а потом уже как-то всё дальше само разрулилось. Так. Они должны легко размножаться. Например, гепарды. Классная история о домашних гепардов. Прям идеальный такой вот охотничий зверь, но проблема в неволе практически не размножается, по крайней мере, в те времена, когда их пытались одомашнить. Потому что брачные игры включают бегание. А обеспечить животное, которое бегает со скоростью 6 км в час необходимой площадкой для того, чтобы побегать за партнёром, это сложно. Так. То есть должны легко размножаться и должны быстро расти. Потому что, ну, со слонами, например, два года беременность, потом слонёнок тысячу лет растёт, пока он там станет что-то соображать. Вот. Это пять. И последнее. В этом должен быть смысл. То есть есть какие-то животные, ну, не знаю, там можно, например, муравьеда было бы, например, по остальным пяти признакам полирчить, но что делать с муравьедом, непонятно. Вот. И если животное не соответствует, хотя бы не удовлетворяет хотя бы одному из этих критериев, это не имеет смысла. Есть, в общем, версия, что человек вообще попытался приручить в принципе всё, что можно было только приручить, но приручил то, что в принципе можно. А все остальные, то, что не приручил всё ещё, это уже не спали. В жизни никогда не приручил. Да, очень интересная история с Африкой, кстати. Единственное, что дала Африка сельскому хозяйству мировому, это осёл. Больше ничего из Африки не вышло. Цесарки ещё. Вся Африка. Вся Африка, да. И предполагают... Да как же тебя зовут-то, оружие микробы и сталь? На Д. Д-д-д. Ладно. По его версии успехи человеческих цивилизаций, они напрямую связаны с количеством животных, которых можно было домашнить. То есть так получилось, что такой вот центр таких животных коллаборационистов, он Ближний Азия, Ближний Восток и Европа. И в связи с этим все люди, которые жили здесь и, соответственно, пользовались поддержкой домашних животных, они отрастили такие мощные цивилизации. А Африка, которой только осёл дался, или Австралии, которой и этого не удалось, потому что одомашнивать сумчатых нет абсолютно никакого смысла. И, в общем, они не добились и этого. И в Африке сейчас пытаются... А, ну, страус ещё, да. Теперь ещё одомашние страусы, и теперь ещё пытаются одомашнить антилопу канну. Это такая гигантская антилопа ростом с огромную корову. И единственный из антилоп, который не проявляет, например, такого очень мешающего одомашниванию признака, как склонность к панике. Потому что если ты любую антилопу загоняешь в загончик, она начинает паниковать, биться и убиваться просто на смерть обстянки. В зоопарках, чтобы они вели себя как-то более-менее спокойно, там существует масса всяких успокаивающих мероприятий и ритуалов. Да, да, да. И, конечно, с сельским хозяйством все эти практики не имеют ничего общего. Вот. Такая вот грустная тема. Получается... Так, подожди, эволюция, да. Эволюция. Это было только... К эволюции все не имеет никакого отношения. Ну, в принципе, конечно, всякое домашнивание — это просто переход животного в новую среду обитания с новыми требованиями. Это же почти селекция получается, что все равно это уже такая не эволюция, а селекция уже. Чем у нас эволюция от селекции отличается? Эволюция — это естественный процесс, селекция — это человек. А человек? А человек что? Человек тоже естественный процесс. Вот, собственно, выходим мы снова на Дерибасовскую. Нет, на самом деле, мне все-таки нравится считать, что селекция — это один из частных случаев естественного отбора. Хотя, конечно, у него существует некое направление, мы задаем это направление, но не будем уж так категорически отделять себя от природы, хотя бы просто потому, что вся наша деятельность в конечном итоге оказывает влияние на эту природу, и по всем законам экологического взаимодействия все это сплетается в единый систем процессов. И поэтому говорить, что вот это у нас строго искусственное, а вот это у нас строго естественное — ну нет. Все давно уже перепелось так, что мне вообще очень нравится идея академика Вернадского по поводу того, что это как раз вот того прекрасного академика, который ввел понятие ноосферы, и вообще много разных понятий ввел. И он говорил о том, что не исключено, что экологическая роль человечества заключается в том, чтобы зажигать углеводороды и таким образом возвращать углерод в биогенный цикл. Потому что сейчас все вот эти вот древние леса, которые были, выросли и умерли еще до появления достаточно богатого, достаточно большого количества, нет не животных, а редукторов бактерий и грибов главное, потому что грибы у нас древесину разлагают и все это обратно запускают. Грибов еще мало было. И поэтому все это ушло мертвым грузом в землю, и там и лежит. А это углерод. А углерод — это то, из чего растения делают свое все. И крахмал, и всех кормят, и все строят. И пока это все лежит в земле, это недоступно для них. Когда это извлекается из земли, сжигается и уходит в виде СО2 в атмосферу, к ужасу прогрессивной общественности, оно становится доступным для растений и возвращается в биогенный цикл. То есть это наше естественное предназначение. Получается, этот глобальный энергопереход — это плохо и не нужно, и надо срочно перейти к сжиганию оставшейся нефти. В чем дело? Видите ли Петр? Тут, опять же, все не так просто. То есть выполнив свою экологическую задачу, что ты будешь делать? Ты будешь... Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Даже если Академия Квернацкий прав, и то, что мы делаем, это абсолютно необходимо для выхода биосферы на следующий, еще более качественный, еще более богатый, еще более интенсивный уровень развития, как, собственно, происходило после всех предыдущих пяти вымираний. Каждое вымирание заканчивалось тем, что биосфера восстанавливалась в большем разнообразии, ну, как бы не совсем правильно говорить, более совершенной, но более сложной-то уж точно. И, возможно, то шестое... Степень порядка не увеличивается. Окей. И то, что мы сейчас живем в шестое вымирание, и количество исчезающих видов сильно превышает количество видов появляющихся. Они тоже появляются, но, во-первых, это не так заметно, а, во-вторых, реально меньше. И углеводороды жгутся, СО2 в атмосферу выбрасывается, и вроде как мир идет к концу, но при этом площадь лесов по всему миру возрастает. При всем том, что мы творим, лесов становится все больше. Какие это леса? Это второй вопрос. Это вторичные, конечно, леса, потому что первичные такие со сложным видовым составом все поврубали, конечно, но они затягиваются так, что просто с какой-то невероятной скоростью. Во-первых, потому что теплеет. И концентрация СО2. И концентрация СО2, да. И вот эти все такие первичные, пока что довольно примитивные леса, но тем не менее это уже, они прут и прут. И исходя из того, что теплеет, ну, нас, конечно, затапливает, нам еще все это непривычно, и количество разного рода климатических катастроф, конечно же, будет увеличиваться, потому что скорость изменения климата, она такая прям бодрит, такой слалом немножко. Вот. Но для природы все эти приливы, наводнения и цунами, это, в общем, так себе проблема. Для нас проблема. В сравнении с теми вымираниями и с теми катаклизмами, которые были всю историю. В общем, задача экологии, ну, экология не как науки изучающей, а взаимодействие всего живого и неживого, а экология как вот именно дисциплины, которая поддерживает вот то, что в бытовом понимании экология, что перестаньте делать то, что вы делаете, и делайте все правильно. Do it right, он как раз направлен на консервацию. Он работает против эволюции. То есть это такая вот экология в нашем понимании, это просто попытки человечества... Я тебе еще раз говорю, что еще раз показывает, что нет никаких границ между естественным и неестественным. Вот мы сейчас пытаемся сохранить, ну, как бы экологи, экологи гражданские пытаются сохранить природу, а при этом, если посмотреть на это с этой стороны, то они противоборствуют естественным процессам. И... Вот если взять, Рома, еще один вопрос, и потом ты. Вот если взять ту же естественную часть, вот человек, это же, ну, можно сказать, я не знаю, условно разделяют, допустим, травоядных хищников по глазам, да, там, хищник глаза так направлены, травоядные так, ну, чтобы опасаться хищников. Есть еще всеядные. Есть еще всеядные, да. Ну, представим, что у нас вот так глаза, у нас же так глаза, и мы хищники, да, в основном. Почему? Ну, у нас вот прямо глаза направлены, мы... Зачем хищнику глаза прямо? Что? Наблюдать за жертвой. В каких еще ситуациях тебе нужно наблюдать за жертвой? Не просто наблюдать за жертвой. Это нужно для бинокулярного зрения, для оценки расстояния. Есть ли еще ситуации? Действие, большинство приматов, они все-таки не хищники. Ну хорошо, хорошо. И им очень важно как раз оценивать расстояние. Больше скажу, нет ни одного хищного примата. Есть приматы, которые... Нет, есть те, которые всеядные. Но они не хищники, в частном виде. Я имею в виду, что мы всеядные. И вот сейчас же многие люди отказываются от мяса, приходят на вегетарианство. А как бы в животном мире нет таких, наверное, случаев. Вот у тебя же все-таки передача «Все как у зверей». Посмотрите на панду. Это не как у зверей или нет? Но имеется в виду, она всегда ела зеленые растения всю жизнь. Панда-медведь. И раньше она питалась мясом. Панда как раз реально хищный. В отличие от нас, приматы всегда были всеядными. Наш прадедушка Пургатториус ел все, что не приколоченное, все, что не ядовитое. Это была белочка, которая, в отличие от настоящей белочки, жрала все, всех насекомых, так вообще все-все-все-все. И в отличие от белочки, прыгала между деревьями. Белочки не прыгают. Белочки, ну, они могут там перепрыгнуть чуть-чуть. А приматам, вот это наше бинокулярное зрение, нужно для того, чтобы оценивать расстояние при прыжке, с ветки на ветку, с дерева на дерево. Приматы — чемпионы мира по прыжкам с одной колеблющейся опоры на другую. И здесь это сделало нас, в общем, не только бинокулярными, но и самыми умными. Потому что просчитать траекторию полета, когда ты отталкиваешься от чего-то, что очень качается сильно, и ты должен лететь пару десятков метров, а это как бы встречается среди прыгунов, тебе нужно поставить поправку на ветер, и тебе нужно рассчитать, на что ты приземлишься, когда ты прилетишь. Это такое количество математических расчетов. А это же не… Ну, то есть это только качается, что я прикинул, а мозг все это обсчитывает. И поэтому изначально наше развитие мозга, все плематы не дураки, не только люди, оно было связано с двумя вещами. Во-первых, всеядность, потому что если ты всеядный, это не значит, что ты можешь есть все. Это значит, что ты из всех категорий съедобного должен точно выбирать то, что съедобное и не ядовитое, и в какой момент где что найти. Ты должен держать в голове огромный объем информации про свою еду. Поэтому… А если ты съедаешь что-то не то, то все, ты всеедобное и несъедобное проиграл, и эволюционную сцену покидаешь. И поэтому бывают животные всеядные, но… Вернее, как бы интеллектуальные, но не всеядные. Там слоны те же самые, вот они едят, или там касатки, вот они чистые хищники, но вроде как умные. То есть интеллектуалом не всеядным можно быть, но всеядным и тупым быть невозможно, потому что все всеядные тупые вымерли. Вот. То есть, во-первых, на нас работала наша еда, потому что человек – самое всеядное в итоге животное вообще в мире. А второе – это вот эти вот прыжки. То есть ты сначала отращиваешь мозг, чтобы правильно приземляться, а если ты отрастил недостаточно, то просто… Естественный отбор в этом плане работает прям очень бескомпромиссно. Вот. И потом у тебя отрастает мозг, и выясняется, что этим мозгом оказывается. Можно общаться, можно играть, можно в конечном итоге, если тебя достаточно вовремя выпрут из уютного тропического леса в неуютную саванну, и тебе придется экстренно эволюционировать, чтобы как-то там не вымереть, вот, можно в конечном итоге превратиться в человека и сидеть все это потом с умным видом обсуждать. Человек – это конечный этап эволюции животных. Господи, Господи. Это было бы депозитивно. Просто вот вчера мы обсуждали как раз, ну, в нашем другом выпуске обсуждали тему искусственного интеллекта, что будет после человека будет некий искусственный интеллект, который будет умнее, будет способнее человека, и человек такой на нижнюю ступеньку опустится, на ступеньку ниже, а животное еще получается ниже, и искусственный интеллект будет управлять и людьми в том числе, получается, будет более высокая степень, ступень эволюции, и дальше он продолжит эволюционировать, не знаю, в семерном мозге. Не уверен, что биологическую эволюцию можно, так скажем, ну, можно, наверное, как-то к искусственному интеллекту. Ну, а почему бы нет? Вот вопрос как раз в этом заключается. Человек конечный, как ты думаешь, этап эволюции, или дальше что-то будет? Человек как-то трансформируется в процессе, эволюционирует вот сейчас? Как же эволюционирует? Есть примерно так же, как и, я не знаю, вот... Или закончилось? Потому что сейчас для выживания не нужны навыки некоторые. У человека ведь огромное количество сорочей было, в том числе неандертальцев. Помянутые, да. Неандертальцы, которые, кстати, не прямые наши предки, а скорее братья, они тоже, наверняка, думали, что будет ли что-то после нас. Ну вот теперь вообще ништяк, да? Ну то есть это... Как в той сценке. Мне кажется, в принципе, сама идея о том, что человек является венцом природы, это крайне паразитическая и нервная идея. Ну хорошо, но мы же изобрели самую важную вещь, науку, которая все полностью может трансформировать. Наука, она может создать... Давай поговорим немного о другом. Все что угодно. Давай лучше поговорим не про интеллект человека и то, что если мы умные и изобрели науку, то, значит, самые крутые на планете. По этой логике вообще коровы вокруг нас просто уделали. И больше, да. Ну потому что это вид, который заставил человека работать на себя практически. Ну то есть он... Пшеница. 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 Вот кто починил. Что-то из такого разряда. То есть мы не самые успешные на этой планете. Еще и дрожжи можно. Мы насекомым проигрываем. Да, ну и к тому же, если мы такие умные, то почему мы утратили 100 кубических сантиметров своего мозга за последние 20 тысяч лет? Вот интересно, куда мы эволюционируем-то? Как ты думаешь? Ну не знаю, мне кажется, что мы превращаемся в его социальный такой вот модульный сверхорганизм по примеру муравьев или голых землекопов. То есть интеллект будет коллективный? Да, каждый из нас становится все большим специалистом и все большую способность получает объединяться со всеми прочими. Даже таких вот махровых интровертов типа меня уже... То есть как можно как лампочку вкрутить куда-то и буду гореть именно в том случае, если я куда-то вкручена. Среди животного мира интроверты же тоже есть, наверное, даже вот среди там, не знаю, стаи обезьян, наверное, тоже есть интроверты, которые не хотят общаться с соплеменниками. Господи, боже мой, дайте мне сил. Есть животные, которые, я не знаю, десятилетиями не общаются со своими сородичами, как акула какая-нибудь или кит. Ну акула-то ладно. Есть, по-моему, даже история про Китаю, одинокий Билли или что-то вроде того. Ну там Билли-то не хотел, чтобы были... Ну так получилось, что он стал одиноким, но он вообще ни с кем не общается, он путешествует, он, ну это я не знаю, насколько история реальная или фейк. Не, история реальная, но... Он говорит на какой-то другой тональности, и поэтому его сторонище его не понимают, и он плавает десятилетиями в одиночке. Как человек тоже, когда говоришь на другом языке, тебя никто не понимает. Нет, ну это такое из серии... Случайности. Не то, что случайности, а это мы берем некое наблюдение, которое вот чуть, может быть вот так, и делаем из него сюжет фильма просто душераздирающий. Это такой немножечко пережжённый, пережжённая популяризация знания животных. Понятно. Вот видишь, кстати, Рома, ты вот указал как раз на границу, через которую вот лучше бы не переходить, когда ты рассказываешь о животных. Когда ты уже начинаешь откровенную какую-то клюкву навешивать на... Ну, действительно, существует некий... Вот есть какое-то животное со своим наклонением. Оно звучит на другой частоте. Возможно, оно... Оно такое одно, да. Оно там как-то меньше общается с соплеменниками. Насколько мало мы вообще знаем про поведение китов, и после этого говорить про то, что этот кит изолирован, его никто не понимает. То есть это просто как бы идея, которая приходит в голову исследователя, а скорее всего, человеку, который просто был знаком с этими исследованиями и интерпретировал таким образом, и она превращается в историю. В ней появляется смысл. И она становится просто тут же мемом, который знает весь мир. Весь мир знает кита, который пищит на своей частоте, и никто ее не понимает. Потому что это вот прям сразу людям очень близко. Они сразу себя узнают. Вот это то, как, в принципе, примерно так работает все, как у зверей, но мы стараемся делать это не так грубо, потому что здесь прям такое... То есть ты берешь какой-то факт и навешиваешь на него человеческое какие-то значения. И я как раз... Не-не-не, я сейчас не к тебе говорю. То есть ты просто воспроизводишь... Я как пример привел. Да, как пример. Я просто его использую как методологический пример, как в какую сторону мы, в общем, работаем и куда мы стараемся все-таки не заходить, потому что это такое уже немножечко... Ну, потому что иначе вот такая получится желтая пресса животных. Да, 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 да. Это начинал, это просто фильм-флиппер и прочие какие-то вещи. Вот я очень хотел бы... Вот мы упомянули же очень много животных, которые отличаются по своей природе как раз таки интеллектом, не только человеком. И как раз вот об интеллекте животных хочется поговорить. Вот, Брачаловы... Ну, то есть ты, наверное, с невероятным количеством животных общалась. Поразили ли тебя лично какие-то вот виды? Ну, шимпанзе и гориллы. Это прям люди такие. То есть ты к ним приходишь, и они люди, притом совершенно разные, ты шимпанзе, а вот по типу своему. Они живут и все, и другие живут в Уганде. И, в общем, неподалеку друг от друга. И гориллы — это, в общем, те ребята, которые сделали шимпанзе такими ребятами. Шимпанзе достаточно... Очень сплоченные и достаточно агрессивные. Есть одна из гипотез, почему они настолько отличаются от, например, своих соседей через Конго. Да что ж, все слова меня оставили. Бонобо. Бонобо. На берегу... Бонобо нет горилл. На берегу шимпанзе гориллы есть. И вот это вот ощущение того, что рядом с тобой живет огромный сосед, который вообще на твое не претендует, потому что он, в общем, веган, но он такой трехсоткилограммовый веган, который, в общем, который... Но не боится просто никого. Даже леопардов не боится. Уж тебя там, бедного шимпанза, он, конечно же, может... Вот. И вот это вот постоянное ощущение опасности, оно очень так сплотило шимпанзе, и они стали такие сплоченные, агрессивные. И, в общем, очень похожи в этом плане на людей. И когда ты их видишь, и в обоих лесах, где мы с ними и теми, и другими встречались, мы были на очень близком расстоянии. И вот это, конечно же, и в зоопарках, особенно в хороших, где животные не сидят такие, с тем, что, господи, как даже я сдохнуто, а живут совершенно своей жизнью и приходят иногда посмотреть на людей, потому что людей показывают животным, на самом деле, не то, что мы там про себя думаем. И там это видно, что они очень личности. У них разные лица, у них разные выражения лица, у них эмоции, которые проявляются примерно такими же способами, как они проявляются у людей. У них есть, вот прям, есть работа мысли. И когда, кто бы ни говорил, ну, как бы в 20 веке считалось хорошим тонном, говорить, что перестаньте очеловечивать, антропоморфизировать животных, приматов особенно, в 21 веке, говорят, нет, это наш способ просто понимания того, что животное думает и чувствует. Наша theory of mind, оно просто наш способ понимания реальности. И когда тебе кажется, что шимпанзе что-то задумал, шимпанзе что-то задумал, просто не сомневайся. Вот, ну, просто когда ты видишь его в его естественной среде обитания, и ты там такой гость, то это просто, ну, ты прямо стоишь рядом с другой цивилизацией. Это такая своего рода цивилизация, она очень по своим законам работает, ну, это просто вот такой другой мир. Потому что цивилизации действительно можно как бы теперь уже называть, потому что у них существует культура, у них существует... А в чем она проявляется? В разном, например, подходе к изготовлению орудий. У каждой популяции шимпанзе есть свои способы колки орехов. Одни используют для этого там такие наковальни, другие другого типа. У них есть места, где они колют эти орехи десятилетиями, то есть они приходят туда и там какие-то определенные методики все это осуществляют. У них есть культура изготовления деревянных орудий, с которыми они ходят охотиться. Они ходят охотиться на приматов. Они изобрели копьем. У них есть специальное копье, которым охотятся на галага. Галага – маленькие полуобезьянки, которые днем спят в дуплах, и тут как раз приходит шимпанзе и с этим копьем его тут достает. У них есть групповая охота, с которой они ходят на, например, на обезьян колобусов. Колобусы достаточно сильные, и, в общем, один шимпанзе с ним не сладит. И поэтому они объединяются и пошли, значит, мужики пошли валить колобусы. Да, да. У них есть войны. Вот. И, в общем, очевидно, что каменный век в истории человечества не был первым. Очевидно, что были до этого какие-то более легко обрабатываемые материалы, и, естественно, что они не сохранились. И в истории человечества тоже был деревянный век, предшествующий веку каменному. И вот сейчас шимпанзе показывают все то же самое. А как ты смотришь на последнее исследование Open Eye? Это проект Илона Маска, под руководством Илона Маска был. Они взяли и, можно сказать, вживили нейроинтерфейс, обезьяне, шимпанзе. Это называется опыты над животными, да? Ну, окей, условно это опыты над животными, ну и людям они тоже это делали, поэтому окей. Человек мог дать согласие. Да, но животное не давало согласия, ну, в общем, ладно. Тогда домашнюю кошку, она тоже не дает согласие, или там кровь. Ладно, интересно, правда. Не читал про это. И, в общем, вот этот проект Open Eye, он говорит о чем? О том, что можно создать нейроинтерфейс, с помощью которого, например, животное сможет свои условно мысли как-то транслировать. Она может свои мысли превращать, например, в текст. Возможно, в будущем. Возможно, это будут какие-то картинки или что-то еще. То есть мы узнаем, о чем думают животные, есть ли у них интеллект, если у них он есть, то мы его увидим, грубо говоря. Вот что ты об этом думаешь? Ну, если разумные животные, будут ли когда-нибудь? Интеллект животных, это уже давно неоспоримая вещь. Хорошо, допустим, но мы его увидим, мы сможем с ними взаимодействовать, на их языке, грубо говоря, они на нашем. Ты слышал когда-нибудь про гориллу Коко? Ну, это единственный представитель. Опять же, ты попадаешь вот в эту вот... Нет, не единственный представитель. Это не что? Их два было. Нет. Было много достаточно. Нет, вообще гориллу Коко... Ну, они говорят не особо обучаемые. Маленькая ремарка. Хотели обучить одну гориллу из кужеств, стали ее обучать, у нее был детеныш, вдруг увидели, что детеныш в два раза лучше обучается, чем взрослый. Это у Банобо было только... Нет, Коко была одна, а вот у Банобо, собственно, откуда Канди взялся? Это обезьянный гений главный. Вот как раз его мачху. Канди? Канди, Канди. Нет, я слышал вот именно про Коко, что она прям совершенно невероятно умная горилла, и как раз то, что ее детеныш ему забрали, по сути, у мамы, потому что увидели, что она гораздо лучше обучается. Это я прям уверен. Мне кажется, ты смикшировал две истории. Не знаю. Не, может в интернете началось перепроверить, но мне кажется, ты прав. В комментариях ты об этом говоришь. То, что вот она знала в районе тысячи, по-моему, слов жестами и где-то 500, по-моему, в виде значков. Вот интересно, она излагала свои мысли или она просто... Значков, ты точно про Канди рассказываешь. У тебя две обезьяны смешались в одну. Но ты продолжаешь настаивать. Нет, это точно горилла. Вот просто вот я очень интересовался, я видел, как вот видеозаписи, где показывают быт Коко. Не хочу сказать, что это было шимпанг. Нет. И она сидит на диване в каком-то бунгало вместе с зоогами. С Паттерсом. И в бунгало еще лежит овчарка. А, да. И дают Коко какой-то бутерброд. И она очень воодушевленно его хочет съесть, но ей говорят, что, ну что ж ты жадничаешь, поделись с собачкой. И называют ее по кличке. Собака сразу же обращает на это внимание. Смотрит на гориллу, который в руке еды, с обычным щенячьим взглядом. К ситуации наточащим, да. И ее, как сказать, уговаривали поделиться, какого не хотела, но в итоге разломила пополам и с руки покормила собаку, овчарку. И когда я это увидел на видео, я был в таком шоке. У меня мир просто перевернулся. С этого момента вопрос об интеллекте животных у меня, в принципе, как-то кого-то пал. Хорошо. Но вот те слова, которые воспроизводила боноболь, горилла с помощью языка жестов, это были мысли этого животного? Конечно. Или это были просто заученные заранее слова, просто она их перебирала набором как-то и искала... Слушай, всевозможными тестами, которых очень много, определились, что интеллектуальный уровень доступный, по крайней мере, для нашего, ну не семилетнего, четырех-пятилетнего ребенка. Если ты помнишь себя в пять лет, это нормально было уже, в общем, да, поэтому. Нет, конечно, очевидно, что интеллект у них есть. Что, собственно, такое интеллект? Это способность решать задачи, новые задачи, с которыми ты никогда не сталкивался, новым способом, которым тебя никто не учил. Собственно, творческий подход. Это демонстрирует, кто только не, начиная от птичек. У меня, собственно, сегодня вышла лекция про, почему мы такие умные, интеллект животных, включая людей. На моем канале. На моем канале. Я смотрел, вот когда я ехал, и что-то такое там было. А какие животные еще, на твой взгляд, ну, вот лично тебя поражают интеллектом? Ну, слоны, конечно же, слоны невероятные, абсолютно. Ты взаимодействовала с ними? Про интеллект слонов известно только, что у них память хорошая, но лично я, я не так глубоко какого-нибудь слона интересовался. Вот расскажи. У них очень, ну, то есть вообще, откуда у тебя берется интеллект? Изначально тебе нужен мозг для управления телом или какой-то частью тела. Наш мозг вообще возник как орган для того, чтобы контролировать движение тела. И если у тебя появляется какая-то возможность отрастить какой-то новый орган, как, например, у слона, вот хобот его, что делает слона? Почему носорог не такой умный, скажем так, а слон такой умный при схожих размерах? У слона есть хобот. Хоботом он может делать всё, хоботом он может вообще покорить мир. Это не то, чтобы необходимое условие, но, например, вот дельфин. У дельфина вообще ничего нет, у него только есть плавники и дырочка, которую он говорит ки-ки-ки. И, тем не менее, дельфин тоже очень интеллектуальное животное. Что случилось? Когда дельфины, их предки пошли в воду, они столкнулись с необходимостью осваивать вообще совершенно новый тип среды. Потому что здесь у нас 2D, мы сидим на стуле ровно, и у нас всё понятно. Когда ты висишь в воде, особенно на какой-то глубине, когда у тебя уже не видно поверхности, ты просто по лишней весомости. А тебе нужно в ней рыбу ловить. А рыба в этой воде эволюционировала десятки миллионов лет, и она в ней себя очень хорошо чувствует. И чтобы стать лучше, чем рыба, тебе приходится отрастить такие органы восприятия, и такой уровень контроля тела в этой новой среде, что, конечно же, тебе нужен мегапроцессор, который всё это будет обсчитывать. И вот так у дельфина появился мозг, хотя ни ручек, ни способности, ни потребности строить цивилизацию, ничего к этому не прилагается. И поэтому теперь вот этим огромным мозгом, которым им, в общем, нужен был для того, чтобы жить в воде, и их эффективно охотиться, они выступают, прости господи, в дельфинариях, устраивают какие-то очень сложные социальные взаимодействия у себя в группах, самовыражаются как только могут в дикой и недикой среде. В общем, проявляют все признаки очень интеллектуального существа. Косатки. Косатки то же самое, что дельфины, только у них ещё очень... Косатки, на самом деле, очень похожи на слонов. У них примерно такой же социальный строй, то есть это такие матриархальные группы. Матриарх, её дочери. У косаток любимые сыновья, то есть там не все сыновья остаются, а вот прям какие-то мамины любимчики, они тусят вместе с этой же группой. У слонов иногда тоже бывает, что самцы вырастают и их не изгоняют из группы, потому что когда подросток слоновьи вырастает лет до 15, его мамы и, в общем, весь женский коллектив начинает потихонечку выставлять на мороз, на улицу. чтобы он сбивался в такие мужские банды и там они уже каким-то мужским коллективом бы тусили. Но бывают какие-то такие очень покладистые слоны, которые так и остаются с группой самок и всю жизнь там с ними живут. У косаток очень похожая история. Так, кто ещё из таких интеллектуалов? Ну, волки, конечно. Волки, волки. Вот волки, кстати. Вот сказать, селекция это или не селекция? Волк по некоторым, опять же, там, взглядам на эволюцию псовых, волк эволюционировал за последние 15 тысяч лет, там, 10 тысяч лет, когда мы перешли к активному скотоводству, и волки из просто каких-то хищников, которые, в общем, где-то бегают, какими-то своим делами занимаются, на людей никогда особо не нападают, и поэтому, в общем, мы с ними как-то не пересекались. Нашей проблемой как хищники были котики. Псовы им до нас дела не было. Вот, но тут мы заводим скот, заводим копытных, и волки, собственно, как раз на них охотятся, и из просто какого-то нейтрального компаньона по экосистеме превращается в нашего конкурента. И мы им, в общем, все вот эти вот 15 тысяч лет устраиваем геноцид. И геноцид приводит к тому, что мы отбираем волков по принципу максимальной нетолерантности к человеку. Волк не нападает на человека никогда, сейчас, не знаю, если это только не какие-нибудь там военные годы, когда очень много незахороненных на полях сражений, и волки вдруг обнаруживают, что люди это не только ужас, но еще и еда, и начинают как-то это пытаться совместить. Вообще нормальный волк на человека никогда не нападет, потому что нормальный волк с человеком просто никогда не будет пересекаться вот совсем. И насколько мы в собаках тренировали толерантность, вот это наше все так, эксистациновое обожание, настолько же в волках наоборот. И волки, теперешние волки гораздо умнее, чем свои предки, потому что, опять же, выжили только очень умные и очень-очень-очень осторожные ребята. очень осторожные, очень такие, с одной стороны, привыкшие решать очень нестандартные задачи самостоятельно, и при этом... Я буквально на днях видел собака рядом со мной, свет загорелся, зеленый, она побежала, красный свет загорелся, она встала, ждала, потом загорелся, зеленый, она побежала. Да. А там людей не было, то есть она не с людьми бежала, она именно по светофору ориентировалась. Хотя, говорят же, у собаки, по-моему, то ли у кошки, то ли у собаки черно-белое зрение. Ну у них у всех такое, а не то, что прям черно-белое. Я так понимаю, они отличают. Ну, светофор-то круглый, он трехсекционный, я так понимаю, если загорелся одна секция, она понимает, что надо бежать. То есть уже научились... Потому что у человечка зеленого... Возможно, да, возможно, как раз видела. Нет, наблюдательность к маленьким каким-то, к мелким деталям у животных лучше, чем у людей, потому что животные не отвлекаются на вот эту речевую модель мира, которую мы постоянно проигрываем у себя. Нет, ну мы даже... У нас просто есть что-то привычное, и у нас есть какая-то концепция мира, у нас есть речевая модель мира, и мы в ней постоянно толчемся. А у животных вроде как, по крайней мере, пока данные интерфейсов не доказали нам обратное, нет ничего такого, нет вот этой словесной жвачки, и поэтому они просто смотрят, что вокруг происходит. То есть у них мысли, если, ну, есть мысли, да, то есть они в виде образов, они в виде текста, как вот у меня, например, мысль возникает, она же как-то обрамлена текстом, или не знаю, как это объяснить, вот ты начинаешь мысль какую-то думать, и она у тебя в виде как-то какого-то текста или образа, и ты потом выдаешь ее в виде текста, а у них получается нет речевого аппарата. Ну, получается, да, может, у меня такое. Я, может, эволюционировал назад. У тебя текстовая картина. Да, текстовая картина, да. Потому что я больше пишу, чем говорю, вот. И отсюда получается, что у животных нет речевого аппарата, и они не могут выдать... Тут не в аппарате дело, у них нет речи, речевой модели нет. Мозг, которая отвечает за это. Речевой модели, да, у них кого, кроме людей, нет, кроме как у людей нет, но мне как-то так очень... Попугаи разговаривают, или они повторяют просто? Нет, попугаи прямо разговаривают. У них есть речевая модель. Старина Алекс, ну, если научить ему. То есть, получается, попугаи практически как люди, то есть у них даже есть речевой аппарат. Вообще, в принципе, максимально похожая на человеческую речь это птичье пение. Гены, которые ответственны за развитие певческого навыка, они родственны человеческим генам, которые отвечают за развитие речи. В общем, это... Да, это... Это очень какие-то похожие вещи. Я вот недавно читал статью про, по-моему, как раз-таки одного из представителей. Ну, вот у нас из птиц главный гений это воронье. Да. И попугаи. И, по-моему, как раз... Ну, они все время срывнуются, кто из них круче, но, по крайней мере, ученые, я не знаю. Да-да-да, есть такое. Публикуют то одни, то другие исследования. И вот недавно прочитал статью, где описывали эксперимент над одним из видов попугаев, как он раскал... Точнее, добирался до ядра ореха в плоде. И там очень сложный процесс, состоящий из четырех разных этапов. То, что сначала попугай изготовил один инструмент и разрезал мякоть. Потом он нашел какую-то острую... Ну, там, не иглу, а что-то наподобие этого. И как-то вот вдолбил. Потом он... Ну, то есть, вот четыре этапа, и это было, по-моему, на данный момент первое вот среди птиц исследования, где вот настолько длинная последовательность разных по своему типу инструментов. Да, где каждое отдельное действие не приносит тебе к финальному результату. И потому что это всего лишь часть общего плана. То есть надо держать весь план в голове. Да, они так. Коблик, по-моему, говорил про то, что у врановых собачий интеллект, а у попугаев кошачий. Не вдаваясь в подробности, а теперь думайте над этим сами. Вообще, это, кстати, очень интересно, то, что если... Ну, во-первых, интересно, если птицы такие умные, а так как птицы это ближайшие родственники динозавров, насколько я помню, были ли динозавры, но действительно просто такими ходящими машинами... Энциклопедиями. Энциклопедиями для убийства. Они жили только инстинктами. Или у них все-таки были какие-то сложные... А откуда же мы знаем-то? Мы же ничего даже... Мне в этом плане безумно нравится футурама эпизода, где они показывали 20 век, они же там в 4-м тысячелетии, они показывали там в 2000-й год, потому что вот мы предполагаем, то, что телефонные бодки это такие же бодки для самоубийств. То есть примерно таким образом интерпретировали. И мы тоже пытаемся, да. Ну, возможно, интересно, как жили социум, так скажем, у динозавров тогда? Ну, вроде как рапторы были, у них были какие-то зачатки социальности. И по фильму паркирского фильма, да? Нет, 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 нет. Как раз были новости по поводу того, что паркирского периода это, в общем, не так далеко от вроде как истинного положения данного нам по свеженьким раскопкам дошел. Слушай, ну, не буду сейчас фантазировать. Есть исследования по их возможному интеллекту. Ну, у меня какой-то вот по динозаврикам у меня здесь не фанатист. Я в детстве отлюбил. Ничего не могу поделать с этим. Бывает, если интересующий интервью, потом бах, и все, и проходит интерес, начинаешь чем-то другим интересоваться. Я же... Поэтому я тебе могу как-то общих каких-то фраз накидать, но я думаю, что это не то, что тебя интересует. От размера тела там же есть соотношения, наверное. Потому что сейчас это вот то, что умерло, эволюционировать не может. Hold my beer, сказали динозавры. Очень сильно меняется представление о динозаврах, потому что очень много находок, очень развиваются методы их исследования, и динозавры реально меняются прямо на глазах. И поэтому все то, что я про них знала еще 10 лет назад, это уже не очень релевантно. И поэтому я это так как-то... Спросите у Скучиса и упор этого палеонтолога. Это вот история... И, кстати, да, современные дети, которые сейчас как раз переживают то, что я переживала в втором классе, они меня периодически ставят просто в тупик, потому что у нас вот эти вот детские курсы. Я старательно избегаю всех тем с палеонтологией. У нас есть специальный курс от Паши Скучиса. Вот Паша с динозавриком, все к нему. И Паша там пыхтит, конечно, потому что дети просто вообще пленных не берут. Они его там расспрашивают просто кровавым расспрашиванием. Вот. А если Паши под рукой нету, то мне прям бывает неудобно, потому что они сейчас это все впитывают как губка, потому что непонятно почему дети в районе 10 лет просто умирают по динозаврикам. Вот. Да, я тоже, кстати, я все знал вообще. Сейчас все забыл. Что на тот... А и хорошо, потому что это не актуально. Эта информация устарела, она не нужна. Нет, на самом деле все наше поколение наверное, пало жертвой парка юрского периода. Да, это тоже. И вот когда недавно были продолжения в виде мира юрского периода, и мы уже знали на тот момент, что очень многие динозавры были покрыты перьями, а их все равно так скажем, решили придерживаться так скажем, условного канона вот 90-х и сделали иголами. и уже... Срам-то какой. То есть это уже была такая официальная лженовка практически. Боже мой, у вас голый динозавр в кадре, дети смотрят. Да, голый динозавр в кадре, да. Ну, слушай, не в парк юрского периода делал. Это он уже продукт какой-то предустановлен. У нас не было никакого парка. Если делать вдруг неожиданно их всех пернатами, то все-таки, блин, а почему можно сделать тогда ребилд такой же парк юрского периода? Сейчас, позапрошлая неделя была в Новосибирске, мы как раз там устраивали экскурсию в Новосибирский зоопарк, собственно, зоопарк моего детства и все такое, и там стоят как раз ростовые бетонные скульптуры динозавров. Там стоит Тирекс, там Диплодок, то есть весь этот джентльменский набор. И это динозавры, как их видели во второй половине XX века. И сейчас они, конечно, безнадежно устарели и стоят просто как такой вот арха-динозавр. Очень смешно. Там Тирекс, который как кенгуру стоит вот такой. Это, наверное, как в картинках из начала XX века, когда показывали, то, что это условно крокодил большой. Нет, тогда Диплодока вообще рисовали. Диплодок лежит на пузе и у него лапки такие. Это вот. Нет, тут уже Диплодок четко стоит на лапках, но хвост у него лежит на земле. Тирекс стоит как зайчик такой вот вертикальный. Ты говорила, в зоопарке было. Как ты вообще к зоопаркам относишься? Ну вот, чисто этические, этические, да. То есть, вот некоторые люди вообще не ходят, я знаю некоторых людей, которые говорят, нет, я не пойду в зоопарк, потому что вот там тюрьма для животных, клетка, они там не на воле и все такое. Твои отношения ко всем таким дельфинариям, зоопаркам, не знаю там. С цирком с животными. Да, с цирком. Контактным, да. Ну контактным, да. Зоопарк вообще, ну контактный, это ладно, понятно, а вот зоопарк вообще, то есть уже вроде безобидный, да, там животные как бы в своей какой-то среде мини устроенный. Ну даже не знаю, вот этот ряд зоопарки, цирки, контактные зоопарки и дельфинарии, он такой истерия «Найди лишнее». Что здесь лишнее? Лишнее здесь, собственно, зоопарки. Все остальное действительно очень, очень какие-то неприятные вещи, которые, я очень надеюсь, останутся в 20 веке, а сейчас мы уже наблюдаем их какой-то плавный, но неизбежный закат. Дельфинарии, контактные зоопарки, передвижные все эти зверинцы и прочее, все это безобразие. Конечно, нечего там делать и большое позорище. В отличие от нормальных зоопарков, зоопарков здорового человека, которые давно уже не такие вот просто места... Не тюрьма из клеток. Да, не тюрьма из клеток и не место, где граждан собирают деньги за посмотр животных. Во многие части этих зоопарков никаких граждан вообще не пускают. А некоторые вольеры устроены так, что гражданам там ничего не видно, зато животным внутри отлично. И когда я вижу как раз, когда вот какой-нибудь есть вольера, но ты мне ничего не увидишь и ходят такие возмущенные, а нам не видно зверушку. Я был в Парижском, заходишь, а там ничего нет, тут написано там гепард или там леопард, а ты ходишь, смотришь, никого, никакого леопарда или гепарда не можно найти. И на самом деле все эти леопарды, гепарды, и все, кого ты не видишь, они там теменнее есть, и им там совершенно прекрасно, они там размножаются. И, собственно, зоопарки являются не только важнейшим научным центром по изучению биологии животных, поведения животных, потому что следить за животными в дикой среде, это, конечно, очень романтично, но реально очень сложно и очень дорого. И какую-то вот такую близкую информацию гораздо лучше и точнее получить из зоопарка. Во-первых. Во-вторых, с тех пор, как наконец научились содержать даже самые сложные виды животных так, что они начинают размножаться в неволе, зоопарки стали таким вот альтернативным, альтернативной территорией для запасным ареалом вида, поскольку человек в своем экстенсивном развитии прет на все полиродные территории так, что животные просто остаются без среды обитания. Поэтому ты можешь сколько угодно принимать законов, запрещающих охоту, но когда, не знаю, орангутанам просто негде жить, а им, в общем, скоро негде будет жить, потому что это всего два острова, Суматра и Калимантан, и они все распахиваются под масличную пальму, и сколько ты не убеждая Малайзию и Индонезию, что орангутаны важнее, они скажут, что важнее люди и будут продолжать это делать. И в скором будущем орангутаны просто исчезнут, скорее всего, из дикой природы, но они не исчезнут из природы вообще, потому что в зоопарках они живут гораздо лучше, и размножаются больше, и вообще чаще, и прекрасно. Зоопарки сегодня современные зоопарки это репродуктивный шанс. Конечно, и есть уже много видов, которые вообще сохранились только исключительно благодаря зоопаркам. Не только в зоопарках, есть та же самая лошадь Пржевальского, ее сейчас уже выпускают обратно, реинтродуцируют в дикую природу, но свои полвека она просидела в зоопарках, потому что в дикой природе ее все отстреляли, или там олень Давида, ну, в общем, и таких видов будет все больше, для которых зоопарки это просто такие вот трифуги, убежища, до тех пор, пока люди не придумают, куда их можно выселить, как, ну, в смысле, вернуть обратно в природу. И не исключено, что когда-нибудь мы научимся как-то сосуществовать, оставлять, сохранять все-таки массивы природы, природные массивы, экосистемы, и неплохо бы туда выпустить всех тех животных, которые как раз досидят до того времени в зоопарках. Такой ноев ковчег зоопарка. Да, да, зоопарк это такой вот немножко ноев ковчег. И получается, изюмиры Тиманова одобряет, ходите в зоопарки, ешьте сливочное масло, не ешьте пальмовое масло, потому что они... Да, пальмовое масло, к сожалению, да, это действительно неприятная вещь и совсем не из-за того, из-за чего я считаю. Сливочное масло делают коровки, они нужны. С коровками тоже вопросы. С коровами, да, там метан. Ну, ну, ну. Короче, с зоопарками все нормально. Это был вопрос про зоопарки, а не про масло, поэтому не выходи на эту скользкую дорожку. Наверное, последняя тема, которую я хотел бы затронуть, она тоже касается и животных, и, так скажем, человеческой этики, про то, как сегодня люди пытаются бороться с видами, которые завезены на те территории, где их, по идее, не должно быть. Вот мне очень нравится, точнее, как, в кавычках, нравится слово, такое страшное сейчас сказалось, сейчас на меня, наверное, накинутся. Очень интересная история из Австралии, вот, куда завезли неумеренное количество видов, которых там никогда не было. Ну, в первую очередь, кошек. И я читал в статье, по-моему, на N-1, про то, что за год кошки убивают какое-то там количество, миллиардов животных. И птиц очень много погибает от кошек, а не от ветряков. Вот я очень вошел с удивлением. В общем, кошки там совершенно невероятные маньяки, которые уничтожили. Примерно 30 видов они уже уничтожили в Австралии. И в Австралии из-за этого вводят, так скажем, чистые зоны, которые гаражат прямо заборами, ну, как, я не знаю, на границе с Мексикой. Cat-free. Забор от котиков. Есть же ковид? Ну, действительно, делать территории cat-free. И чтобы те территории, которые еще не cat-free, они... А можно отстреливать кошек? Нет, это совершенно бесполезно. Они, знаешь, какую тактику придумали? Они стали разбрасывать над этими неочищенными территориями сосиски. Но сосиски не простые, а как раз-таки с ядом одного из растений, которое живет... Акации тамошние. Яд с номером. Я забыла цифры. Да, и это вещество химическое, к нему есть устойчивость у всех видов, которые там ну, понятно, да, резистентность. и получается, что все, кто съедает, им ок, а если кошки съедают, им не ок. И появилась огромная проблема, то, что по всей планете стали хейтить австралийцев за то, что они убивают кошек. Там примерно 2 миллиона бездомных кошек, и всем им выписали официально смертный приговор, и теперь проблема, как его привести в исполнение. Потому что, на самом деле, хорошая была идея с вот этим ядом из акации, но проблема в том, что котики австралийские не едят сосиски практически. Они просто ловят новых там сумчатых крыс и вообще все, что могут поймать, а сосиски их не очень-то привлекают. И поэтому там, действительно, если набрать хэт-хантинг в Ютубе Австралии, там такое вываливается. Я не знаю, то есть у нас, если бы такое видео, когда... Не гуглите, нет, гуглите. Да, человек просто рассказывает, вот из этого ружья котиков валить, отлично, вот смотрите. Я же говорю, отстреливают их там. То есть у нас бы нашли такого и просто вот закопали бы. А там такие нормальные совершенно коменты, типа, классно, то есть с одного the beast, в общем, умер быстро, ты молодец. Питонов отстреливают, ягуан. По этому поводу у нас есть выпуск «Страшнее кошки-зверя нет», который мы как раз снимали в Австралии ровно по этому поводу. И вообще, конечно, в Австралии я столкнулась с тем, что это очень-очень-очень очень большая проблема и очень странная этическая такая ситуация, потому что ты реально, ну вот, например, когда едешь по дороге здесь и видишь сбитую лесу, думаешь, блин, лиса сбитая или кролик, ну кролика ты не увидишь, а в лесу жалко. Ты едешь по Австралии и видишь сбитую лесу и думаешь, классно, классно, леса сбитая, вот так тебе реально. У тебя просто, у тебя просто перестраивается все в секунду. Ну, то есть не настолько, чтобы там, как бы сбивать ее лично, но если ты видишь, что кто-то это уже сделал, ты понимаешь, что одной лисой меньше, соответственно. А там еще лисы живут? Там лисы живут, и лисы там живут вообще тоже. Все, что не дожрали котики и собаки Динго. Ну, собаки Динго, кстати, там мало осталось, потому что собаки Динго там на правах волков, там тоже их очень-очень долго порисовали, и они теперь крайне пугливые. То есть самые два осторожных животных, которые я видела в Австралии, это Динго и котики. Котика Дикого мы один раз только видели, это было такое чук, то есть и все, и котик свалил. А есть какие-то еще истории, по крайней мере, которые тебе известны, вот про борьбу с... У меня есть... По этому поводу у нас есть песня. Вот, мы только что выпустили выпуск с месяцочка назад, наверное, «Как захватить Австралию». Как захватить Австралию, да, кажется, так он называется, и там как раз 10, по-моему, истории успеха, или 8, что-то такое, там 8 видов, которые инвазировались в Австралию и навели там экологического шороха в своей нише. Потому что у Австралии такая проблема, что у нее изначально было очень низкое биоразнообразие. Она когда-то откололась, у нее там вот эти вот несколько базовых видов, они образовались, там вот радиация расползлась по разным экологическим нишам, но в принципе все равно всех мало. И поэтому, как только тебе с большой земли приходит какой-нибудь прокачанный плацентарный, он тут же становится королем горы и начинает всех очень сильно прессовать, несмотря на то, что там, да, достаточно своеобразный климат, и, в общем, надо немножечко уметь выживать, конечно. Вот. И поэтому, да. Но и в Австралии, и в Новой Зеландии, про Новой Зеландию меньше известно, а там-то ситуация хуже, на самом деле, чем в Австралии. А там кто? Из Новой Зеландии, из невероятного... Хоббиты. Хоббиты. Да если бы хоббиты. Не, ну и там... Понимаешь, Понимаешь, Новая Зеландия была абсолютно уникальным континентом, где не было даже млекопитающих. Там была такая вот вот Пандора... Для птиц, по-моему. Да, там были только птицы, и это был просто вот какой-то ни на что не похожий. Сейчас ее уже стараются классифицировать, пытаются классифицировать, как отдельный материк. Такой маленький, но материк. То есть у нее там какие-то геологические основания так считать. Вот, и на этом гигантском птичьем материке чего только не было, а потом приехали англичане и шотландцы и устроили из этого старушку Англию. Сейчас там просто сплошные газоны, овцы, скворцы, воробьи, весь мировой. По всему миру воробьи исчезают, вот, но в Новой Зеландии их столько, что когда они исчезнут по всему миру, Новой Зеландия просто откроет воробьепровод и озолотится. И леса, искусственные посадки, это калифорнийские сосны несчастные, которые там, они на 60 лет делают плантацию, сажают, через 60 лет все срубают. То есть, с одной стороны, ты едешь, вроде как лес, но в этом лесу никто не живет, потому что никто из... Один вид. Да, он, во-первых, монокультура, во-вторых, никто в Новой Зеландии не имеет никаких идей, как жить вообще в посадках калифорнийской сосны и вообще что это. А какие виды вообще пострадали там? Ну, там, там очень много птиц исчезло, там, начиная от этих мо, этих прекрасных, огромных, и заканчивая бесчисленным количеством мелких птичек, многие из которых даже не успели открыть и описать. И уязвимость их экосистемы такова, что даже когда из Австралии завезли посумов, вот уж, казалось бы, сумчатая зверушка, которая там, вот, мухи не обидит, посумы там даже стали бичом Новой Зеландии, потому что начали разорять птичьи гнезда. И, в общем, их авиафауна, их птицы не были готовы ни к чему, поэтому там просто все повымерли. И сейчас, когда проезжаешь мимо там каких-нибудь, заходишь в остатки первичных новозеландских лесов, вот, просто, это просто ни на что не похоже, это невероятные места. А вообще, когда я ездила по Новой Зеландии, мне хотелось плакать всё время. То есть, как бы, мне все эти красоты были, потому что ты просто видишь, что просто какие-то руины, руины экосистемы. И это прям очень-очень грустно. Вот, но люди в этом случае, им приходится применять такое вот управление экосистемой в ручном режиме. И они начинают отстреливать и как-то всячески контролировать вот эти вот инвазировавшиеся виды. И в Новой Зеландии охотники на олени, охотники на кабанов, охотники на посумов. Там у них есть такая детская инициация, каждый школьник должен пойти, ну, не то, что каждый, это не жёстко, конечно, но, в общем, хорошо бы школьнику пойти и убить посума. Вот. И принести и сказать, вот, я убил, значит, проклятую иноземную тварь. Своего первого посума. Своего первого посума. Посум — это один из самых милых зверушек, и тем не менее, это вот, это их такая культура. Они такие теперь, такие вот, как бы, немножко масаи. И, с одной стороны, это всё очень жестоко, с другой стороны, это, ну, действительно, единственная возможность защитить вот это вот какое-то былое биоразнообразие, ту ещё биоту. И это очень сложные этические, моральные проблемы. Даже не часто не говорить про, как технически уничтожить два миллиона котиков, а просто что у тебя в душе должно сломаться, чтобы ты начал стрелять котиков, а ты должен их стрелять, потому что... Или там кенгуру. И кенгуру тоже приходится стрелять, потому что хищников никаких нет, кенгуру гигантские сжирают всё, и это уже начинает угрожать там маленьким кенгуру, которых мало. Поэтому у них есть охотники на кенгуру, которые ходят и устреливают кенгуру, которые, при этом, австралийцы не жрут, потому что они почему-то не едят кенгуру, потому что у них коровы есть. И у нас вот продаётся мясо. Да, не продаётся уже давно. Как это не продаётся? Не знаю. Я думал, купить сегодня только ты можешь. Нет, давно не продаётся. А оно у них как-то идёт всё на больше... На корм туристов? На корм для котиков, да. Корм для котиков, собачек туристов. Вот. В общем, так что всё там очень сложно, конечно. Австралийцы не держат домашних котов, получается? Держат? Ну, в общем, держат, да. Но только они должны быть стерилизованы, и должны быть все подотчётные, и не должны быть на самовыгуле. Что думаешь, так скажем, на прощание посоветовать зрителям, как вести себя с дикой природой? Ну, надо подписаться на всё, как у зверей, конечно же, и смотреть, как мы ведём себя с дикой природой. Большую часть из этого не делать никогда, не трогать кубы медуз, не гладить носорогов. Но даже если мы делаем что-то такое, чего не рекомендуем делать всем, мы всегда говорим о том, что стоит на самом деле, и какие опасности в каком случае вас подстригают, какие из опасностей истинные, какие ложные, что делать со змеями, что делать с пауками, в том числе и со змеями и пауками внутри себя. Ну всё? Спасибо тебе, что пришла. Да, спасибо. Приятно вспомнить это всё было. Очень классно. Увидимся в следующем выпуске. Да. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok